Полное описание и точная дата выхода с 9 по 12 серию сериала «Охота на певицу». С 9 по 12 серию сериала продолжат выходить на телеканале НТВ с 27 апреля. 9 серия. Немчик появляется дома у Сявого, чтобы выяснить, кто такой дублер и кто заказал Мирону певицу. Обладая звериным чутьем, Сявый печенкой чувствует, что непрошенный гость пришел, чтобы убить. Избавиться от опасного дружка должна помочь женщина. Ее задача – добавить в пиво гостю клофелин. Однако Немчика не проведешь. И Сявый, и его подружка умирают мучительной смертью. Немчику удается выяснить, что дублер мотал срок на зоне по вине певицы, а заказ на нее поступил от кого-то из МВД. 10 серия. Мирон даже под пытками не говорит Немчику, где и как дублер собирается уничтожить певицу. Он вскрывает, кто и почему приговорил ее к смерти. Изучая документы из архива Мирона, Немчик находит магнитофонную запись телефонного разговора, где обсуждается убийство певицы в Ленинграде. Теперь он знает, кто заказчик. Гордин показывает Вике фотографии убитых хамелеоном людей. Девушка понимает, что ей грозит опасность и соглашается сотрудничать, но при условии, что Влад достанет для нее с братом загранпаспорта, визы и 400 долларов США. Вика проникает в коморку, где живет хамелеон и обнаруживает множество фальшивых документов. У нее не остается сомнений. Да и ее любовник и есть тот самый маньяк, о котором ей только что рассказывал подполковник. 11 серия. Гордин приносит Капанцу записку с предупреждением об убийстве, написанную детским почерком, а также чемодан с фальшивыми документами, париками и другими личными вещами хамелеона. Влад требует, чтобы генерал срочно доложил о существовании маньяку-министру МВД, но тот перестраховывается и совершает подлость, изолирует Гордина в психбольнице. Марина просит Бабича помочь вытащить мужа из психушки. Она уверяет, что маньяк существует и как доказательство показывает письмо ребенка с предупреждением певицы о том, что ее хотят убить. 12 серия. Немчик продолжает убирать фигуры из своего прошлого. Следующая его жертва – вахтер театра, который в 50-е годы служил врачом в лагере НКВД. Именно он принимал роды у военной пленной Евы, матери Немчика. Именно он когда-то спас мальчишку, умирающего от заражения крови. Виктор Петрович – тот самый мужчина, с которого начался бесчисленный отсчет нужных людей, под которых донник, сожитель Евы, подкладывал его, Немчика-мать. Виктор Петрович в своей просторной квартире сдает комнату актрисе. Комната с сюрпризом. Ольге невдомек, что зеркало, которое висит на стене со стороны смежной комнаты, абсолютно прозрачно. Это позволяет старому вахтеру наблюдать за девушкой в любое время суток. Немчик, представившись ассистентом по актерам с Мосфильма, знакомится с актрисой, приходит к ней домой и убивает. Наблюдающий через зеркало Виктор Петрович становится свидетелем происходящего. Пытается бежать, но безуспешно. Бывшего сотрудника лагеря ждет мучительная смерть. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на телеканале НТВ с 27 апреля. Нравятся русские сериалы? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.